Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границе. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. Напомню сразу, телефоны прямого эфира в нашей студии. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Да, вы можете нам звонить также из-за рубежа. Так вот, Латвии плюс 3-7-1, напишите в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Я Раутал, политолог, член-корреспондент Центра российских и евразийских исследований имени Дэвиса Гарвардского университета. С нами на прямой связи. Господин Раутал, здравствуйте. Здравствуйте. Но если говорить вообще об интересе со стороны западных политологов к тому, что происходит на постсоветском пространстве. Потому что мы помним, что раньше были советологи, которые изучали профессионально все, что происходило в Советском Союзе. Потом говорят, интерес упал. Насколько сегодня этот регион интересен западным специалистам? Вы знаете, действительно, интерес упал с окончанием, наверное, Холодной войны. Но в свете того, что происходит в последние несколько лет, в частности, допустим, решательство России, выборный процесс в Соединенных Штатах, в 2016 году этот интерес возрастает. И находясь, допустим, в Вашингтоне в 2016-2017 году, я могу сказать, что это интерес неподдельный. И он проявляется и в том сейчас, что открываются новые академические центры по, собственно, изучению этого региона. То есть за последние несколько лет открылся новый центр по изучению в России и Евразии в Ересском университете. В этом университете не было такого центра до этого. И открылся подобный же центр по изучению в России и Евразии в Fletcher School. Это ТАВС-Университет. Это очень известная школа, которая готовит американских дипломатов. Там они тоже занимаются региональными исследованиями, исследованиями России, современной. Поэтому связь прерывается. Мы попробуем Вам сейчас перезвонить, чтобы все-таки звук был лучше. Буквально в течение нескольких секунд это сделаем. Так, я напомню, что Вы также можете нам звонить. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Телефон прямого эфира в нашей студии. Вот мы снова дозваниваемся до нашего сегодняшнего гостя. Надеемся, что связь не подведет. Да, слышите ли Вы нас? Слышу Вас прекрасно. Да, вот сейчас это лучше. Может быть, чуть поближе к микрофону, для того, чтобы мы отчетливее Вас слышали. Потому что иногда бывает пропадает связь. Ну и мы Вас прервали. Да, об интересе мы говорили. Да, интерес к России, к региону есть. Да, регион остается актуален для исследователей. Ну и повышенный интерес к Республике Беларусь, к происходящему там, мы, в частности, наблюдаем. Думаю, учитывая, что это все освещается и в мировых СМИ, и в частности, и в Латвии у нас. Как Вы оцениваете происходящее в Республике? Ну, собственно, как это можно оценивать? Это действительно популярный протест против засидевшегося диктатора. Я думаю, что вполне все очевидно. Я предлагаю вам, наверное, как политолог, обсудить вопрос немножко более широко. Вообще обсудить авторитарную проблематику постсоветского пространства и Беларуси, в частности. Я думал, что мы об этом будем вести беседу. Вы считаете, что в Беларуси авторитарный режим? Да, Беларусь – это жестко авторитарный режим, совершенно очевидно. И такие режимы, конечно, сформировались на всем постсоветском пространстве после развала Советского Союза. Хотя на момент начала 90-х очень многие страны постсоветского пространства действительно двигались к построению демократических институтов, которые были закреплены в конституциях всех этих стран. И очень скоро, к сожалению, произошел так называемый демократический откат. Да, то есть вообще та демократизация, которая произошла в 80-е и 90-е годы, она была частью так называемой третьей волны демократизации. Так ее называют политологи, которая начинается в 74-м году с падения диктатуры в Португалии, потом в Испании, потом в Греции, потом переносится в 80-е годы на Латинскую Америку и достигает своего апогея с падением Берлинской стены и Советского Союза в конце 80-х, начало 90-х годов. И еще при СССР, при перестройке, Советский Союз, по сути, признает всю несостоятельность своей авторитарной модели и переходит на то, что можно было назвать тогда буржуазной модель демократии, к настоящим избирательным институтам, проводятся свободные честные выборы. И потом, собственно, следуя этой же динамике после развала Советского Союза, подавляющую большинство стран постсоветского пространства закрепляют такие демократические институты своих конституций. Но очень скоро происходит демократический откат во многих из этих странах. Он, прежде всего, был обусловлен, пожалуй, тем, что вот этот транзит демократический, который проходил в начале 90-х, он проходил одновременно с транзитом очень сложным экономическим. Экономическим транзитом от социалистической экономики к рыночной экономике, и он привел к экономическому кризису, а проводить либеральные реформы, демократические реформы, создавать откатную систему во время глубокого экономического кризиса оказалось совершенно нецелесообразным. Поэтому происходит откат. Откат был успешен, собственно, можно сказать, в Белоруссии, где в 94-м году избирается Лукашенко, чтобы, собственно, приостановить экономические реформы, что он успешно и сделал, сохранив, заморозит социалистическую систему советскую у себя в стране. И попытка такая, конечно, проходит в России, но она подавляется, по сути, с уничтожением оппозиции в лице народных депутатов и расстрела парламента в 93-м году. Здесь есть еще интересный момент, потому что если мы говорим об авторитарных моделях управления на постсоветском пространстве после развала большой страны, как известно, Советский Союз занимал одну шестую часть суши, то у каждой авторитарной модели на бывших постсоветских территориях своя специфика. Потому что если мы сравниваем, например, Среднюю Азию и Белоруссию, это две разные авторитарные модели управления. То есть можно ли Бердумухамедовым в Туркменистане сравнить с Лукашенко в Белоруссии? Вот как вы считаете, учитывается ли эта специфика? Да, я вот, допустим, говорил о том, что почти все постсоветские страны шли в начале 90-х, казалось бы, к построению демократических институтов, но не все. Исключением тут очевидно являются Узбекистан и Туркменистан. Но можно, вы знаете, обобщать, действительно говорить о некоторых закономерностях, которые, по сути, подвластны все постсоветские республики. Если смотреть на такие интересные концепции теории, как, допустим, ресурсное проклятие, это понятие экономическое, которое утверждает, что страны с значительными запасами природных ресурсов являются часто менее экономически развитыми, а политологи рассматривают ресурсное проклятие в несколько другом ключе. Они смотрят на то, как природные ресурсы позволяют режимам, допустим, позволяют режимам оставаться авторитарным. И если смотреть, допустим, на постсоветское пространство через призму ресурсного проклятия, то становится очевидным, что все происходит почти всецело в соответствии с этой теорией, потому что те, допустим, страны, где произошла транзит от авторитарных режимов к более открытым режимам, будь то, допустим, Грузия, будь то, допустим, Армения, будь то, допустим, Киргизстан и Украина, это все страны, которые не имеют ресурсной аренды и не имеют таких богатых природных ресурсов, как, допустим, устоявшиеся авторитарные режимы в этом регионе, будь то Россия, будь то Казахстан. И, казалось бы, Беларусь не вписывается в эту теорию, потому что у нее нет ресурсной аренды. Но это не так, потому что у Беларуси она была опосредована через таможенный союз с Россией, но такая ресурсная аренда и была, которая, естественно, позволяла режиму выживать. Вот, поэтому есть некоторые закономерности, которые действительно могут быть обобщены на все постсоветское пространство. Да, но вы сказали, что вам очевидно, что в Беларуси авторитарный режим. Возможно, это очевидно не для всех. И мне бы хотелось понять критерий авторитарного режима для Республики Беларусь конкретно. Почему вы считаете, что именно он там есть? Значит, авторитарные режимы – это те, которые… Знаете, вот что сложилось? В свете того, что в начале 90-х годов, как мы уже говорили, многие постсоветские страны делают попытку движения к демократическим институтам, но при этом до конца не следует этим правилам и происходит некий авторитарный откат, складывается интересная ситуация, потому что существуют демократические институты на законодательном уровне, но они не исполняются. И, по сути, рождается новый тип режима, который филитологи называют гибридными режимами. Гибридные режимы – это те, которые имеют видимость некую, некие элементы демократических институтов. Но при этом эти демократические институции, собственно, толком не работают, потому что элиты, которые находятся у власти, не хотят играть по правилам. Собственно, гибридными режимами можно называть и Беларусь. Это режим, который имеет, казалось бы, институты демократии, такие как всеобщие выборы национальные. Но при этом до конца правилами игры не следуют. И, конечно, вот этот элемент демократических институтов, регулярные выборы, это является слабой стороной режима, потому что они очень часто приводят к тому, что люди требуют все-таки уважения к себе, когда их выбор совершенно не уважается, и выборы посвященных. У нас звонок, радиослушатель на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, Александр. Скажите, пожалуйста, вот вы так обеспокоены авторитарными режимами, вот если просвещенный авторитаризм, как в Белоруссии, скажем, вы его критикуете, он направлен на сохранение государства, а вот почему-то в Сингапуре вы ни слова не говорите про авторитаризм. И, кстати, про вашу буржуазную демократию. Еще выборы в Америке не состоялись, а уже мы слышим заявление, что... Александр, мы вас не отключали, можете перезвонить и закончить свой вопрос. Да, напомню, как можно до нас позваниваться. Это 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Александр, вы и другие наши радиослушатели также могут звонить, задавать вопросы. Да, примем звонок. Здравствуйте. Да, слушаем вас. Алли. Мы слушаем вас. Да, как вы задаете? Вопрос, да, насчет демократии, работы нашей любимой Лапии. Вот, допустим, у нас сейчас президент, которого избрала коалиция, состоявшая в партии проигравшие выборы, проигравшие выборы. У нас президент... Вставайте вопрос, пожалуйста, мы очень долго можем... Да, который вообще в выборах не участвовал. То есть где гарантия того, что как будто бы демократия будет проявлять волю народа, при том, что мы видим на личном примере Латвии, ничего не стоят выборы, то есть от слова вообще, совсем. Партии проиграли, но они продолжают управлять страной. Спасибо. Спасибо. Но я поясню для нашего гостя, может быть, это не совсем так, потому что здесь речь идет в первую очередь о том, что партия, которая набрала больше всех голосов, не смогла сформировать коалицию с другими партиями, чтобы получить 51% голосов в парламенте, таким образом сформировать правительство. Формально она заняла первое место на выборах, но коалицию сформировать не смогла. И, соответственно, вот это, видимо, имел в виду наш радиослушатель. Но продолжая этот разговор, вот демократия как, ну вот, проблемы демократии, скажем так, он обратил внимание. Да, в странах Балтии, в частности, в Латвии он обратил внимание. Да, интересно, что вот первый ваш слушатель говорит о компетентных, значит, авторитарных режимах, и в этом контексте упоминает и Беларусь, и Сингапур, и говорит о том, что Беларусь является примером компетентного авторитарного режима, а Сингапур, пожалуй, нет. Вот я как бы склонен не согласиться с этим слушателем. И я бы признал как раз-таки Сингапур, действительно, страной, которая остается во многом авторитарной, но при этом смогла при авторитарной власти и модернизироваться в условиях рыночной экономики, и создать, значит, очень эффективное правительство с очень низким уровнем коррупции, что очень неслойственно авторитарным режимам, и занять очень важную нишу в глобальной экономике, тогда как Беларусь совершенно не является примером компетентного авторитарного правления, потому что совершенно очевидно, что страна загнана в угол экономически, и то, что там был заморожен процесс реформ начатый в начале 90-х годов, а сейчас, собственно, и привел, по сути, уже к кризису. То есть страна находилась, по сути, в российских дотациях и имела некую ресурсную ренту. Но вот этой рентой Москва начала лишать Беларусь в прошлом году у Беларуси 18 миллиардов долга только в отношении России, не учитывая многомиллиардный долг в отношении Китая. Это неэффективная экономика и совершенно не пример компетентного авторитарного режима. Да, мы продолжаем. Это программа «Абонент доступен». В студии по-прежнему работает Анна Смирнова. Да, Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев помогает нам. И напомню сразу телефон из 672-12-93-9, 672-13-93-9. Можно по этим телефонам до нас дозваниваться. Пишите в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Задавайте вопрос нашему сегодняшнему гостю. Диара Туал с нами на прямой связи. Политолог, член-корреспондент Центра российских и евразийских исследований имени Дэвиса Гарвардского университета. Можете задавать вопросы. И вот мы до перерыва как раз задали вам вопрос. О демократии. О демократии, да. И о том, что ничего лучше еще не придумано. Так ли это? То есть если смотреть на большую картину, как говорится, в промежутке старта 50 лет, то совершенно очевидно, демократия победила. То есть на, допустим, 1900-й год не было ни одной страны, которая имела бы всеобщее избирательное право. И, следовательно, не было в то время ни одной полноценной демократии. Как мы сегодня понимаем, это политический строй. А к 2000-му году насчитывалось 119 демократий. И 60% населения мира жили при номинальных демократических режимах. Это, конечно, мощный и очень драматический сдвиг в политическом укладе всего человечества. Однако развитие этой демократии, конечно, было отнюдь совершенно нелинейным процессом. И вы действительно правы в том, что тенденция, которую мы наблюдаем сейчас, она негативная. Была, как мы уже с вами обсудили, третья волна. Это была очень большая волна демократизации, которая длилась со 1974 года по 2006 год, когда количество режимов, переходящих от авторитарного правления к авторитарному, было больше, нежели в обратную сторону. Значит, с 2006 года намечается обратная тенденция, и в мире фиксируется снижение глобальных свобод. Есть такая организация, называется Freedom House, она занимается, собственно, анализом и измерением свобод в мире. И вот в 2009 году она указала на то, что уже 2014 год, то есть 2006 года, можно констатировать снижение глобальных свобод вообще в мире. То есть речь идет о разрыве между... Допустим, в 2009 году 64 страны испытали ухудшение своих политических прав и гражданских свобод, в то время как только 37 стран испытали ухудшение. Вот. Это можно даже назвать, как это называет политолог американский Лэри Даймонд, демократическая рецессия. Вот. Под этим термином он подразумевает и негативную тенденцию, которая просматривается не только в развивающихся странах, но и в странах, где демократия, как политический режим, уже устоялась. В самых развитых странах приходят к власти популистские режимы и, допустим, в двух крупнейших демократических странах мира, Соединенные Штаты и Индия, на сегодняшний день у власти находятся популистские режимы, как мы знаем. Вот. Такая же тенденция заметна и в европейских странах, причем на развитых европейских демократических странах. Это проявляется в том, что центристские партии уступают позиции более радикальных фракциям, которые часто преследуют свои особые интересы за счет демократических норм и институтов. Ну, допустим, вот хороший пример, партия Фидес в Венгрии за последние 9 лет потеряла 20 баллов по, значит, индексу свобод и является единственной страной Евросоюза, которую, значит, организация Freedom House классифицирует как только частично свободную, а не свободную, да, в отличие от остального Европейского Союза. Вот. Поэтому такая тенденция есть, к сожалению. Вот. Является ли она временной либо чем-то системным, мы еще точно не знаем. У нас еще звонок, примем его. Здравствуйте, как вас зовут? Я Лобейн. Да, слушаю вас. Меня зовут Юрий, я латыш. Я хочу сказать вам комплимент обым ведущим. Я ваше радио начал слушать последние 3 месяца. Мне очень нравится, как вы ведете программу. Очень объективно. Спасибо вам. Я раньше слушал вообще латышское радио, я вообще коронной латыш, да, но моя бабушка, дедушка, может быть, о русских думает по-другому, да, но я думаю, что вообще власти что-то поменяется в Латвии. Тогда, когда вот придет новая молодежь, они будут как бы по-другому думать. Просто я раньше тоже слушал только Латвии, и Латвии, то... Да, мы слушаем вас. Есть ли у вас вопрос к нашему гостю? Так, отключился наш Юрий, вы можете перезвонить, у нас сегодня телефон самопроизвольно отключает наших слушателей. Это заговор какой-то. Какой-то заговор. Юрий, перезвоните нам, потому что мы вас не отключали. Да, еще звонок. Здравствуйте. Александр, я не закончил вопрос. Да, Александр, пожалуйста. Ну, как-то неубедительно ваш гость сравнивает Сингапур и Белоруссию. То есть, если Сингапур, так сказать, фарвартери американской политики идет, своей политики вообще нет. Да, Александр, вопрос задавайте, потому что это не время для дискуссии. У нас нет, к сожалению, времени в этой программе. Вопрос такой. Вот вам нравится буржуазная демократия? Тенденция такая, так сказать, вы сказали. А 40 миллионов безработных в Америке вам нравится? Или, допустим, выборы еще в Америке не прошли, а уже кандидаты заявляют, что они не признают эти выборы и что будет результатом этого непризнания? Спасибо. Спасибо вам. Да, ну, такой эмоциональный вопрос нашего слушателя. Ну, 40 миллионов безработных это, конечно, то, что мы действительно можем наблюдать сегодня в Америке, но совершенно отчетно, что это не то, что можно отнести, собственно, к политическому устрою, да, это, скорее, связано с политическим кризисом, который наблюдается в этой стране. Вот. Ну, а что касается выборов, предстоящих в США, то, действительно, заявление действующего президента о том, что он может не признать выборы выживает опасения, но, опять-таки, это страна с очень сильными демократическими институтами, поэтому я уверен, что там будет все нормально и будем надеяться, что выборы будут честны. Ну, если, кстати, вернуться к этой аргументации, потому что нередко приходится слышать и от рядовых граждан, как, вот, например, Александр сказал, что в Америке 40 миллионов безработных и от лидеров государств, кстати, Владимир Путин часто употребляет Америку и какие-то негативные вещи, которые в этой стране происходят, он использует в качестве, для того, чтобы усилить какие-то свои аргументы. Это работает, как считаете? Вот эта риторика, она имеет свой смысл и свою эффективность? А еще там не грубьют, знаете, вот как в советское время говорит. В какой-то мере, да, потому что вот в России, как и в Белоруссии, очевидно, что антизападные настроения были просто выведены в чуть ли не национальную идеологию, понимаете, когда это является основным посылом, и это делается, может быть, откровенно, где-то откровенно, потому что люди считают, что у Запада есть свои недостатки, у западной модели демократической есть свои недостатки, совершенно очевидно. вот, но это и делается для того, чтобы как стратегия дегитимизации, собственно, своих режимов, своих очень часто нелиберальных режимов, для того, чтобы создать дихотомию между, значит, нами хорошими, хорошим режимом у нас, там, да, и плохим режимом у них. Вот, и в этом смысле как пропагандистская стратегия, это действительно очень часто помогает таким авторитарным режимам, поэтому может быть действенным, да. Ну вот, наши радиослушатели интересовались этим, известны ли вам какие-то проблемы с демократией в странах Балси и, в частности, в Латвии, может быть? И видите ли вы эти проблемы или, может быть, не видите? Я, честно говоря, да, совершенно не осознанлен о ситуации на сегодняшний день политической в Латвии, но я знаю, что это демократические страны с демократическим устроем, да, и как вот если у вас произошло то, что произошло, и, значит, партия с большим количеством голосов в парламенте не смогла сформировать правительство, то все равно оно будет сформировано, сформировано, наверное, через диалог, со всеми политическими силами в стране. Именно на этом, собственно, строится и демократический строй, на том, чтобы договариваться, находить компромисс, и именно это не получается делать у режимов авторитарных. У нас еще звонок есть 672-12-93-9 и 672-13-93-9 Здравствуйте, как вас зовут? Это Константин, коротко. Да, слушаем вас. Ну, нет никакого пропагандистского воспитания. Кто, как ваш гость думает, кто дал право Западу постоянно лезть и получать, ведь отторжение восточной, так скажем, культурной цивилизации западных ценностей заключается именно в результате постоянного давления менторства над Востоком, который постоянно тыкает, что вот у них это образец, типа демократия, там что-то еще, там где и парады и прочая ерунда. А вот Восток должен этому учиться, и он несовершенен, и постоянно спиняет и тыкает. Вот почему неприятие. И кто дал право Западу постоянно высокомерно поучать Восток, что у нас что-то неправильно, а у них какой-то образец. Вот с чего вдруг? Да, спасибо вам. Да, это, знаете, очень хороший вопрос, и, то есть, эти комментарии действительно отражают сантимент большого круга людей в России в том числе, и где-то они справедливы, а с другой стороны, действительно, Запад и Америка, допустим, в частности, действительно имеют в своей внешней политике элемент такого мессианства, видят себя как страну, которая должна способствовать демократии и в универх. Это действительно есть, и это действительно вызывает раздражение во многих странах, которые не совсем соответствуют этим нормам. Другое дело, что, знаете, демократия и демократическая форма правления это не есть просто ценности Запада, которые они хотят навязать. Это есть на самом деле ценности, которые страны, такие как Россия, разделяют. Не просто разделяют, они закреплены в законодательстве, и просто когда Запад критикует, допустим, Россию, он указывает на то, что Россия не соответствует каким-то стандартам Запада, она не следует своим же установленным нормам демократии в обществе. То есть когда нормы собственной Конституции России не выполняются так, как они должны выполняться. Понимаете, в этом-то собственно и суть, да, не то, чтобы эти страны не соответствуют каким-то стандартам западным. Но как у стран, где демократия устоялась и сформировалась гораздо раньше, ну, наверное, у них есть где-то моральное право на то, чтобы иногда указывать, что некоторые страны отклоняются от демократических норм, когда особенно это совершенно становится очевидным. понимаете, я понимаю этот сентимент, но опять-таки стремление Запада продвигать демократию, оно из лучших побуждений, оно совершенно не связано с тем, чтобы как-то попрекачить на самом деле, потому что Запад хочет действительно видеть на территории постсоветского пространства демократию и действительно до недавнего времени пытался помогать гражданскому обществу, людям организовываться и отстаиваться и гражданские права. У нас еще звонок, здравствуйте, как вас зовут? Алло, добрый день. Добрый. Я вот на ваш вопрос услышал комментарий вашего коллеги, хотел задать такой вопрос, он привел пример, что партия выиграла вещи на выборы, формирует правительство и все остальное и прочее. В наших прошлых выборах партия выиграла полностью, но оказалось вне как бы как это правильно вне формирования правительства оказалось, что старые не выигравшие партия скоординировались и отшили выигравшую партию вот по этому поводу пример скажет. Мы же об этом и говорили, уважаемые друзья слушатели. Мы же об этом и говорили сейчас до этого как раз. Да, ну вот специфика, опять же, я уже объяснял примерно, как это все работает, но тем не менее всегда ли в демократических обществах вообще, на ваш взгляд, возможен диалог, потому что политическую конкуренцию никто не отменял, а в общем-то даже в самых, казалось бы, старых демократиях партии условные либералы и консерваторы враждуют между собой очень жестко, и не всегда речь идет о диалоге и возможности договориться. Ну вот, как вы считаете, все-таки диалог ведь не всегда даже в демократиях возможен между конкурентами? Знаете, да, и вообще, собственно, то, о чем мы договариваемся, и то, о чем разные политические полюса говорят в развитых демократиях, начало кардинально меняться, то есть до падения Берлинской Стены очень сильный был, конечно, сильное разделение, самое важное разделение в политических системах, на правых и левых, на сторонников более консервативного развития, да, и развитие, которое было направлено на более социальную политику левого пшела. Вот так вот эти традиционные разделения, оно начинает размываться, то есть его экономическая составляющая, и все большее значение приобретает, вы знаете, споры касающиеся идентичности, касающиеся национального вопроса, миграции, культурных войн, да, так называемых называемых. Поэтому сам дискурс политический действительно начинает меняться, он зачастую приобретает действительно в последнее время грозамини компромиссный характер, вот, поэтому такая негативная тенденция есть, вот, но если есть демократические правила игры, потому что мы всегда договариваемся по правилам, и создаем коалиции, вот как был приведен пример, чтобы управлять политической системой через компромисс договоренность, то это и есть правильный способ, как говорится, урегулирования таких конфликтов. Ну что ж, мы благодарим вас, что вы нашли время и вышли в прямой эфир программы Абонент Доступен. Дияра Ауталбул с нами на прямой связи, политолог, член-корреспондент Центра Российских Евразийских Исследований Медевиса Городского Университета. Благодарим вас, господин Ауталбул, за то, что нашли время и вышли в прямой эфир нашей программы. Всего доброго и до свидания.